Мы с Глебом начали нашу рыбалку с еды, потому что 5 часов не ели, как-то получилось. То по делам заехал, то еще куда-то. Начинаем вообще рыбалку в полдень, можно сказать. Рыбалка у нас сегодня будет непростая. Рыбалка у нас сегодня будет с целью. Цель помочь Глебу разловить его воблеры. Ну, научить его ловить на воблеры и, соответственно, разловить его коробку воблеров. Если кто не знает, на этом канале есть два видео, где Глебу я собирал коробку воблеров. С одной стороны здесь японские дорогие воблеры, с другой стороны качественные бюджетные воблеры. Вот так. Неважно, с какой он стороной научится ловить, это полностью на его выбор, скажем так. Но важно в том, чтобы он разобрался в воблерах, как они работают, как ловят и так далее. Я раньше хочу изменить подход к его обучению. Я раньше пытался ему навязать те проводки, которые я умею. Стиль, ритм, темп и так далее. Сейчас я решил, он все будет делать сам. То есть я ему просто базовые какие-то совсем рассказываю. А дальше он сам выбирает, сколько там рывков, сколько пауз. Ну, в общем, сам себе художник будет. По воблерам тоже тебе подсказывать не буду. Единственное, банально, что вот здесь глубина, вот мы стоим 1,8 метров. Допустим, я тебе просто советую начать с орбита. По той причине, что для этой глубины он один из самых лучших. И вообще по щуке он работает. Все, сейчас ты его попробуешь. Если он будет работать стабильно, то ты сразу получишь удовольствие. И сразу, как бы, поет за. Я вообще хотел здесь на радиоактивную березку попробовать. Ну, это ратлины, воблеры. А я что, ратлины не могу использовать? Нет, можешь. Я тебе просто говорю, ну, попробуй его. Давай вот именно с воблеров. Ими научимся. Лайд ратлины тоже будешь пробовать. То есть вообще вот. Начинаешь с этого, а дальше все сам. Окей. Да. Сейчас смотри, я покажу тебе ту проводку, которую я лично веду, этот воблер. А ты уже какой хочешь, вообще любой. Хочешь мою повторяй, хочешь не повторяй. Твое дело. Я думаю, что все-таки смотри, ты же мне уже кучу базовых проводок показывал, правильно, да? Ну, показывал. Одномерка, то это. Давай я вот прям полностью, ты мне ничего вообще подсказать не будешь, ну, как ты и сказал. И даже вот сейчас показывать не будешь. Просто вот я сам начну. Да, давай. Чтоб все было. Давай. Все. Все, давай, да, что ты думал. Кидай просто под камыши. Да, кидай хоть под камыши, хоть что-то, куда хочешь кидать. Так, ты что за спину? Ой, мальчик. Только в камыши не кидай и все, а так... О, уже в камыши полетел. А, не, нормально. Я снайпер. Кидай прям возле камыши. Ага. Так, ну, для начала немного хочу прояснить. Его ж можно и равномерки вести. И, ну, как бы, просто равномерки. Равномерки использовали. Только сказал то, что это самбур. Не, я просто уточню. Да, любая проводка. То есть, смотри, пусть будет три базовых, да? То есть, это рывки и паузы. Потом равномерки можно вообще все время вести медленный. Можно равномеркой и стокон го. А дальше... А как вообще эффективно? Да, да. Иногда эффективнее рывков и пауз. То есть, все зависит от настроения щуки. От правильности выбранного воблера. Ну, и так далее. Ну, я, соответственно, тоже буду пробовать. Может быть, буду даже ставить такие же воблеры, как и Глеб. Чтоб проверять, ну, насколько у него получается, не получается. Чтобы немного приравновать к теплу. Да не, ну тут, ты знаешь, как... Можно двумя одинаковыми воблерами ловить по-разному. Каждый же ведет в каком-то своем. Не, ну, согласись, если мы ловим на два одинаковых воблера, и у тебя клюет, а у меня не клюет, сразу понятно, что делаем не в лиманке, а в проводке. Ну, да, наверное, да. Если мы ведем на разные воблеры, на разные проводки, то, наверное... Да даже если на разные воблеры одинаковыми проводками они живут. А да не будет двух одинаковых проводок, потому что у каждого человека он по-своему дергает, там, не знаю. Ну, равномерка, наверное, у каждого будет разная, понимаешь? Потому что один человек в одном темпе ведет, другой в другом. Я попробовал разные воблеры, сменил три штуки. 110-й, 100-й и даже 140-й. Это мегабас каната. Сейчас и Глеб, и я поставили ратлину. Просто для того, чтобы проверить. Да, мегабуки. Ну, кидай. Просто, как говорится, чтобы проверить, на что ущутся сегодня активность. Есть ли она вообще. Всегда приедем, а тут ничего. Это да. Мне кажется, иногда мы приманиваем к себе везение, но в большинстве случаев у нас не бывает такого прям супер-клёва. Ну, в целом. Мы за последние два года один раз попали на прям раздачу маленьких щучек. Да не, ну почему постоянно нормальный клёв? Просто тебе кажется, что если мы не поймали 10 щук, то всего клёва нет. На самом деле, люди обычно ловят 2-3 щуки, там, и все, и довольны. Ну, я никогда не забуду, как ты ловил щук прям бесперебойно. А я вот... Ну, вот поэтому уж и решил, то, что тебе все-таки, мне кажется, надо, чтобы ты сам нашел для себя. Ты что-то потом, когда я тебе и сказал. Собственно, это видео меня привело, эта рыбалка меня привело к тому, чтобы ты ловил своим способом. Я когда тебе сказал, что, Глеб, все, не копируй мои проводки, лови как умеешь. И ты сразу там поймал 3 щуки. Одну? Нет, ты за эту рыбалку 3 щуки поймал. Две сошло. Не, по-моему, 3. Две сошло, я говорю. Что? Щука. Да? Щука, ага. Я кое-что проводку придумал, друг мой. Просто с подтерминием и подтягиванием. Да? Ну вот, видишь. Да, и она подсела, я просто паузу сделала. А так она же на паузах и подсаживается. А, ну это не ничего. О, молодец. Ты хоть снимаешь? Да. Поднимай я сюда. Ура. Ну, твоя щука, поздравляю. Это настоящее. Наконец-то. Ну, это ж еще не вечер, еще у нас пару часов ловли. Может поймаешься. Переплыли на новое место. Пробовать здесь буду блесну. Уже воблером попробовал. Блесну? Ну, а почему нет? Надо же понять вообще. Может и блесна сегодня нужна. Фиг знает. А может вообще и сегодня ничего не нужно. Но пока воблеры не нужны. Глеб и Ратлины пробуют, тоже не нужны. Может и на сало. Да, кстати, да. Мы сегодня сало кушали. Может быть, ее и на сало. Накидался уже радиоактивной березкой. Ну, ничего не клюнуло, как вы понимаете. И сейчас, наверное, поставлю себе макс-склада. Сейчас. Вот такого вот цветастого макс-склада. И может быть на него еще клюнет. Папа вообще пробует на блесну, но у него тоже ничего не клюнуло. Закинул воблер в воду. И, наверное, буду его вести самой, ну, можно сказать, стандартной проводкой. Это два рывка паузы. Ну, я думаю, это достаточно рациональное решение. Потому что, ну, сначала попробую классическую. Потом, если на классическую не клюнет, буду уже экспериментировать. Вау! Ты глянь! Ты глянь! Гулов, ну что? Это рыба-дерево. Для Глеба это нормальное начало рыбалки. Да. У меня хочется, что-то поймать. Молодец, да, согласен. Пропробовал уже кучу разных приманок здесь. Ну, не какую реакцию. Сейчас вот ставлю ратлины. Меньшего веса, другой формы. Хоть бы намек какой от щуки получить. Но пока никакого. Не, ну, достаточно получить там, знаешь, пару поклевок. И хоть бы понять, что, ага, вот сегодня там она клюет на паузу, да? А то, что вообще просто ни одной. О, у меня радость. Была первая поклевка. Ратли. Ну, нет, на подбросах. Ну, это не обязательно щука, на самом-то деле. Скорее всего, это вообще укунь. А слабенькая? Да, слабенькая совсем. Не, ну, хоть вообще хоть какая-то рыба-то звалась. Ну, то как-то начал же терять веру вообще во всё. Есть кто-то. Ну-ка. Да. Слушай, это было интересно. Или щука. Ну, ты, они хорошо. У меня-то палочка до 20 грамм. Ты гидроспидом? А, ну, окунь. Окунь? Окунь. Ну, и такой себе окунь. Это сколько? 10,50 грамм? Да, там 200. Ну, вот. Значит, вот ты уже рыбу поймал. Да. Вот кто тебя ударил первый раз. Сто процентов. Так, щука не клюнула. И мы сидим с папой, горюем, запиваем горе чаем вкусным. Надеюсь, что съедобным. А то папа там алхимитится своими травами. То-то добавит, то-то это. В общем, и всем, кто кушает и смотрит мою рыбалку, желаю приятного аппетита. Давай. Снова переплыли с Глебом. Сейчас уже на совсем мелководье. Ну, а почему нет? Давай пробовать. 1,3 метра. Переплыли с папой на новое место. Я также заменил себе приманку. Поставил вот такой воблер. Он на этот раз всплывающий. И вдобавок еще и кривой. Вот. И здесь прям-таки очень маленькая глубина. Какая тут глубина, пап? 1,5 метра? Да. Ну, и сейчас попробуем заудить рыбу. Кстати, у папы еще была поклевка одна. Непонятно, только окунь или щуки, но все же поклевка. Вон, смотри, как он играет. Глеб просит объяснить. Вот, видишь? В этом его фишка. То есть ты его загнал и вот так вот начинаешь. И он... Ну, а на равномерке. На равномерке, на медленном, он тоже вихряется из стороны в сторону. А можно его достаточно вот так вот. Вот ты его ведешь. И вот на таком, как бы, твиче он загоняется. И вот только нужно смотреть. Он в какой-то момент начинает выходить на этот, а в какой-то он начинает, наоборот, погружаться на глубину. Так, есть. Поймал? Да, это щука. Я почти уверен. Хороший удар такой был. А на что? На ратлин. Ой, ну... На щука, да. Хотя ударила, я думал, реально больше. Килограммчик? Да. Может, меньше. Худенькая какая-то. Длинная и худенькая. Длинная и худенькая. Да, видишь, на руку обыкновенный. Что? Ну, поздравлю ее. Да. Вот так. Ударила очень хорошо. Возможно, это единственная щука за сегодня. Возможно, да. Я уже экспериментировал, экспериментировал, поставил ЛВ-0, который в таких условиях один метр, чуть больше. Самый лучший. Сейчас я покажу подробнее. А, надо щуку отпустить. Резая. Вот. Таратлин с лопатой тонущей. Крэнк, по сути, получается. Она на него соблазнилась на медленную-медленную проводку. Хм... Что бы поставить? Это я сейчас открыл дорогую сторону. Японскую. А, может быть, блесенку? Вот такую вот. Ну, в принципе, давайте вот эту блесенку поставлю. Не знаю, что из этого выйдет. Сегодня рыбалка чистый эксперимент оказалась. Поймай щуку, чтобы доказать, что ты настоящий рыбак. Удивительно, что щука почему-то клюнула не из-под травы. Хотя ожидаемо, что с камышей будет или еще. А прямо с середины. Я вот думаю, может быть, мы не там ловим. Пытаемся. Хотя мы кидаем, конечно, и на середину. Да мы везде кидаем. Да, везде кидаем, да. Давай-ка мы встанем сейчас посрединке и попробуем. По-хитрому. Вдруг она вся в гнезде уже сидит. А в дуе середины? Да, конечно. Покидаем. Почему нет? А потом к траве. Ну что, вторая. Ну что, может и воблер это я просто не убирал. Ну, это маленькая какая-то. Маленькая какая-то. Нифигасели. Вот от скринделя выделывают. Да. Все, нужно ставить раз. Березку, наверное, поставлю. Что, вот такая щука побольше первой. Ну, если так на увеличение пойдем, то не пьем. 50 щук поймаем, и 51 будет на пятер. Да. Что поставил, покажи, весит. Да, весит. Ну, давай, покажи. Ты не ходишь на воблеры, да, ратлины? Да. Ну, давай. В принципе, тебе да, сейчас нужно хоть одну щуку поймать, и ты уже будешь настроен. А тут, наверное, пока уже расстроен. Я спать хочу. Да, сегодня Марио, конечно. У нас жара спала. Пришла духота. И пришла духота, да. Ну, честно говоря, не знаю, что вот хуже реально, потому что, когда жарко, ветерок, ну, как-то вот нормально, прямо вот когда оно сушит. А когда такое Марио, какой-то вот, как дымка над водой, такое все, как в киселе. И для рыбы, вот, сто процентов, когда жарко, ветер, прям вот сухо, намного лучше, чем когда это Марио. У нас вся неделя такая стоит. Нэш, непонятно, ждешь вроде, когда там температура спадет, вот там, да, у нас там было плюс 37. Сейчас вот она спала, и кажется, ну, вот 27, вот оно, твое. А в итоге ощущается еще хуже. Ну, да. Где-то еще одна. Вот, поклевка. Блина. Че? Ну, отцепилась. Ну, опять такого же размера. Да? Может, это одна щука просто тебя троллит? А не говори, такое ощущение, что у меня одна щука троллит. Почему не мытья не клюет? Ну, почему у тебя не клюет? Вот, действительно, почему у тебя не клюет? Мне тоже интересно. Ну, просто если бы у меня срывались там... Не, ну... Давай кину туда же, куда и ты, примерно. Веду такой же провод. Ну, давай так, если ты все-таки хочешь, чтобы у тебя так же, как у меня получилось, поставь тогда уж ратлин, которым я ловлю. А я давай наоборот поставлю ратлин, который ты ловишь. Давай. Проверим. Давай, сейчас проверим. Этим ловит Глеб, этим ловлю я. Сейчас мы с ним, соответственно, поменяемся и проверим. Эти две приманки отличаются не только наличием лопаты, но и, соответственно, горизонтом, в котором они идут. Вот у Глеба, который с лопатой, он быстро выходит на поверхность. Этот, соответственно, больше идет ближе к дну. Ну, и, соответственно, и по шуму, и по вибрациям тоже они отличаются. Вопрос, что конкретно нашла щука в одной и во второй приманке. Я сегодня ловлю комплектом, это Спартехс Гидроспид. Катушка у меня с электронными тормозами, это Калькуда Конквест от Шимана. Разница в том, что у меня катушка за оборот намного медленнее, чем у него. Ну, я не знаю точных цифр, но у меня пусть там 60, а у него там пусть под 90. И, соответственно, мне легче вести ратлины в более медленном темпе. И вот для этих типов приманок, для ратлинов и колеблющихся блесен, именно катушки медленные, они намного лучше, чем быстрые. Хотя я медленные катушки не люблю, потому что вот я то джигом ловлю, то воблерами, мне, не знаю, не сильно нравится медленные ловить. Чем-то, кроме ратлинов и колебалок. Но для них просто супер. Можно колеблющуюся блесну, упористую вести, я не знаю, что там, не полчаса. Но это я, конечно, шучу, но достаточно долго. А для щуки осенью это, ой, как важно. Если сейчас летом еще ничего страшного, а вот осенью... Меня не клюет на Глеба, у Глеба на мою приманку, поэтому мы и сами решили клюнуть. Хотя чуть-чуть сейчас Леба вкапает с помидором, как всегда. Да, на, кушайте, обляпайтесь. Угу, спасибо. Я тоже обляпаюсь. Ладно, еще не вечер, сейчас что-то подумаем. Думаю, может, наоборот, поставить опять же маленькие приманки. Воблеры надо попробовать, и надо попробовать мелкие приманки. Давай чуть-чуть переплывем на лоблеры, может, попробуем. Что, не все, что-то... Да не знаю, интересно. Оп, вот она. Ну вот как, а? На маленький рот, не представляешь? А, не на березку. Да, я что-то решил, думаю, поставлю маленький. Может она... Так, папа у нас начал ловить. Ну, размер тоже маленький. Слушай, это одна и та же щука. И не говори, такое ощущение, что одна и та же щука. А вот смотри, я нашел плюсы в том, чтобы отпускать рыбу. Чтобы у нас была одна щука в садке, а то у нас четыре щуки. А то как бы четыре, да? Ну, это прям маленькая какая-то. Тощие они все. Да. Где же ваша мама или папа? Килограммчиков так на три-четыре желательно. Все, кидай. Чуть ямное мое подвело. Я чуть думал, здесь ямка, но здесь 1,6 метра, к сожалению. Не, ну для твоего воблера сейчас самое. Ну, просто я хотел там рудру покидать. Ну, какие-то такие мощные воблеры. Пробую вот этот воблер. Это Fischer Cat Jungle Cat 140. Мне чем он нравится. Я не поймал еще у него ни одной щуки. Хотя как бы у друзей пользуются популярностью. Поэтому и купил. Но популярность у него еще есть из-за того, что он очень хороший летун. И это действительно так, что он летает прям очень здорово. Я это сам проверил на одном водоеме. Не мог докинуть ни один воблер. Другой, другого его края. А этот... Да, и даже здесь видно, что летит здорово. Ну вот. Убрал воблер. Поставил ратлин. И вот оно. Это очень большой окунь. Я тебе говорю, я видел. Ни хрена себе. Это прям наглый окунь. Сколько шнур здесь? Три килограмма, пять-десять. Наглый шнур. Не, ну как так? Вот воблер, блин, кидал, кидал, кидал. Второй раз ратлинка поставил. И все. Какая-то она израненная. Все, глянь, в кровище. Это боец. Вообще странно. Что с ней такое-то? Первый раз такой вижу. Глянь, она вся в крови. Может, это типа язвы или накожные заболевания? Вообще безусловно. Реально первый раз такое вижу. Откуда это? Блин, кто ее? Ее же не мог кто-то покусать так. Рыбы ж они хищные не кусают. Они сразу жрут. А это как наждачка ее кто-то потер. Может, она сама, конечно, чешется или что-то она делает. Я думаю, это все-таки заболевание у нее какое-то. Может быть, да. Не знаю, может, в комментариях сейчас кто-нибудь подскажет. Да. Подскажет. Пять щук. Как всегда ты ловишь, я нет. Ну, кстати, ты давай, лови. Да ну, блин. Ну, почему вот, ну, блин. Я знаешь, как, наверное, сделаю. Я помню, в детстве тебе деньги давал за куни. За щук, да? А я не, я буду наоборот забирать. Сколько щук не поймал, столько я и заберу. Слушай. Вот я поймал пять, ты тоже должен пять. Каждая щука по 100 рублей. 500 рублей. Справедливо, справедливо. Так, мах, нет. Все, кидай, Глеб. Что, на экстра малой глубине. Один метр. Опять же, Ратлин. Глеб Крэнк. Ща проверим. Ну и чё. И под занавес. Ничего не ошибся. Я опять фантастический УВ-0. И опять фантастическое невезение, Глебус. Нет, дело не в невезении. Ну, ну как вот так? Ну, шесть щук против ноли. Шесть. Я с тобой больше на щуку ездить не буду. Это наносит ощутимый урон моей психике. Я согласен, да. Психике это может нанести урон. Ну как, ну тебе просто нужно... Блин, ну... Слушай, ну вот смотри. Просто получается, что в принципе работает сегодня у нас снова одна приманка, да? Это вот эта приманка. Да, но я ж на неё пробовал. Ну, нифига. Может быть тебе как... Чёрт тебя. Я и сколько приманок перепробовал? Воблеров 10, наверное. Не, да, вопросов нет. Ты экспериментировал. Ух. Просто я даже не знаю, что тебе посоветовать. Ну, может быть, знаешь, вот... Вот батя нашёл эту приманку рабочую. Берёшь и упираешься в неё. Да, до того вот. Не, ну тут тоже как бы... Тоже неинтересно. Я не знаю, видишь. Значит, ещё не пришло твое время. Вот она. Я сейчас... Я даже не знаю же сказать. Прости меня, Глеб. Я вообще за мной удивлён. Не, ну нападений, кстати, что щука часто хватает. Куней бы таких. По килограммчику потягать. Да, а вот окунь в таком размере уже совсем... Они прям, да. Они сильные щуки, наверное, прут. Ну, в целом, да. Ну что, будем завершать рыбалку? Или ты за третий вернулся? Ну, сейчас я третий пойму. Ну что, вот такая рыбалка сегодня получилась. Извиняюсь за то, что мы были, наверное, несколько вялые. Но мы реально выжатые сегодня просто. Погода... Вот мне реально в плюс 40 и с ветром лучше, чем сегодня. Удача то, что ловилась щука. Ловилась, правда, у меня, не ловилась у Глеба. Такая удача! А, такая удача вообще! Наверное, всё-таки тут играет роль опыт. Я думаю, Глеб ещё опыта поднаберётся. Но он сегодня реально старался. Он менял приманки там, думал, спрашивал, что-то у меня подсматривал. То есть я ему не советовал. Вот он всё. Когда я его, конечно, поправлял, но так в целом... Ну, первый блин, пусть будет первый блин комом. Ещё только начинается. Второй, да? Да. Не, ну ты... Подожди, блин. Тогда ты щуку поймал. Или даже две. Да, так что всё нормально. Как бы сейчас начнётся уже такой более прохладный сезон. Я думаю, дело пойдёт пободрее. И научишься ты ловить, в принципе. Главное упорство. В рыбалке всё вообще настолько банально. Просто упорство. Ну и, конечно, если голова чуть варит, по нему упорство, надо ещё хотя бы понимать там, да? Какие-то делать выводы из того, что происходит, из своих ошибок и так далее. Ладно, надеюсь, видос вам понравился. Может быть, тоже кто-то для себя что-то новое открыл. Пока-пока. Глеб, ты что вообще творишь? Оу! Ну ты вообще молоток. О даёт щучасы. Оу! Оу! Оу!